Приветствую вас. Я думаю, что проблема, которую вы описываете, заключается в первую очередь в неконсолидированности ваших желаний и ваших чувств. То есть у меня есть такое ощущение, что вы находитесь в некотором смысле в полном разрыве. То есть вы в некотором смысле сами не знаете, чего хотите. Достаточно быстро, как мне кажется, меняете свою точку зрения, меняете свои позиции. Вы достаточно эмоциональны. И конечно же ваши ссоры, которые между вами происходили, они не могут не накладывать отпечаток на взаимодействие с девушкой. Вот. Поэтому я полагаю, что она вам не верит, просто потому что вы, ну по факту, да, вы ей просто, ну просто обещаете что-то. Вот. Вы ей просто что-то обещаете. При том, что нет никакой гарантии, что это не повторится. Ну вот те проблемы, которые у вас были. Вот. Почему, опять же. Так. Почему так, да? Смотрите. Ваши ссоры, да, ваши ссоры, они не приводили к каким-то решениям. Вот именно, ну к каким-то конкретным решениям. Какой-то конкретной позиции, к каким-то конкретным переменам. Да? Вот. Не было таких вот, ну вещей, чтобы вы, в общем, для себя как-то, ну поняли, что вот, что всё. Чтобы это, ну что, действительно, так, допустим, больше не будет. Вот. Что, действительно, в такой ситуации я больше, там, например, не допущу. Вот. То есть просто обещание, ну это, это уже не работает, да. Вот. Поэтому, я думаю, что нужно разобраться с тем, что вы хотите для себя и с тем, что вы хотите для девушки. Потому что, то, что вы говорите, то, что вы, вот, пишете, это скорее, ну, свидетельствует о любовной зависимости больше, но не о, собственно, любви. Знаете, какая сука, то есть вы, вот, то, что вы делаете, это, ну, пошлите это унижение. Девочка сейчас, она вас использует, она использует вас, она использует то, что вы, там, к примеру, готовы ей помогать. Ну, так это, по крайней мере, выглядит. И мне, думается, что у вас не повышается шансов быть с ней, когда вы, ну, помогаете ей, высылаете деньги и прочее, прочее, прочее. Наоборот, это приучает ее, ну, к тому, чтобы вас использовать. Вот. Это такой момент. Следующий момент, который я хочу до вас донести. В следующий момент касается, знаете, вот, может быть, контекста ваших отношений. То есть, а какой контекст ваших отношений, в принципе? В принципе, контекст ваших отношений таков, что вы очень быстро развивали свои отношения. Контекст ваших отношений таков, что вы, вероятно, я не говорю, что это обязательно так, но, вероятно, вы друг друга не воспринимаете как личности. Вы видите в ней исключительно женщину, о чем вы даже говорите. Ну, и она видит вас исключительно мужчину. Личностных отношений, общих интересов между вами, я, по крайней мере, не заметил. То есть, может быть, может быть, там, там что-то есть, конечно. То есть, может быть, как, может быть, есть что-то. Вот. Но я, я этого не увидел. Я не увидел, что между вами, между вами есть какая-то вот именно личностная история, что между вами было достаточно много общего, достаточно много такого, вот, чтобы можно было сказать, что вот вы, ну, что вы действительно друг друга там знаете и так далее. Вот. Вот. Громе того, ну, такое уж слишком быстро развитие отношений, да? То есть, хоть один, жить вместе. Ну, это свидетельствует о том, что у вас и у, вероятно, девушки были некоторые свои потребности какие-то, свои желания какие-то. И мне думается, что это тоже накладывает некий такой опечаток на характер вашего взаимодействия. Потому что, ну, и она, в её действиях угадывается некая, может быть, не стратегия, но позиция. И в ваших действиях тоже. Понимаете? Ну, вот. Поэтому мне представляется так, что вам бы сейчас, в идеале, я не знаю, вот как вы, ну, как вы с ней общаетесь, да? То есть, что вы ей пишете, когда не находитесь у неё в блоке. Но мне видится так, что вам сейчас обратить бы внимание, ну, вот, на именно ту историю, чтобы просто с ней общаться, вот, там, не деньги, там, не помощь какую-то, ничего. А просто общаться с ней как друзья. А просто стараться узнать её лучше, чем она живёт, что она, значит, какие у неё интересы, значит, и так далее. Просто, чтобы она не видела в вас, ну, какую-то вот угрозу, может быть, я не знаю, сейчас, да? Ну, вот это, пожалуй, ну, наиболее важная история. Вот на данный момент это наиболее важная история. Наиболее важно мне это видится для того, чтобы, ну, сохранить свои отношения. То есть, я в принципе понимаю вас, я понимаю, что вы любите её, если у вас там есть чувства, я даю себе это вообще прекрасно. Ситуация в том, и заключается, чтобы реально это обеспечить. То есть, если вы чувствуете что-то к ней, если вы хотите чего-то для неё, чтобы вы это обеспечили. чтобы это было именно обеспечено вам, чтобы это были не деньги, потому что это, ну, вполне может воспринято быть просто как какая-то меркантильная история, которая, ну, ничего хорошего за собой не несет, а именно вот взаимодействие, без ссор, без, там, претензий и прочее, без обид, каких-то, да, вот, и так далее, вот мне представляется, ну, мне представляется ситуация вот такой, примерно, так мне это видится, по крайней мере, вот в принципе, в принципе, то, что можно вам ответить, то есть, если вы хотите разобраться в себе, если вы хотите лучше понять себя, если вы хотите, значит, выработать более такую, ну, более стабильную модель поведения по отношению к ней, по отношению к девочке, по отношению даже к себе, то это то, чем вам, ну, в первую очередь, психологом стоит заниматься, вот, и дальше уже будет видно, дальше уже будет видно, исследуя себя, исследуя свои чувства, вы, возможно, будете лучше понимать, что вам нужно, что вы хотите, и чем было вызвано, чем вызвано то, что, раньше вы отношения заканчивали легко, что тоже, что тоже, ну, не такая однозначная история, а сейчас вам очень тяжело, чем привязала вас именно эта девочка к себе, вот, и какие причины, каковы причины, каковы причины, ваших ссор такой реакции на нее, допустим, вот, все это, все это можно и нужно исследовать, все это можно и нужно прорабатывать, вот, если, опять же, у вас, ну, есть такое желание, если у вас есть, м-м-м, действительная направленность на то, чтобы, ну, вот, как-то как-то наладить отношения с человеком. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. я желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал, NYU tenure сюда сейчас Games спасибо блalk Ó tin